Дождливо и ветрено в Томске будет еще до конца недели. Дети в Томской области собирают подписи за мир, потому что мир должен знать их мнение. Такую фразу вполне серьезно сказал один из участников акции, стартовавшей на закрытии смены в одном из оздоровительных лагерей Томска. Кураторы акции подчеркивают, что инициатива изначально исходила от детей. Как выяснилось, они в курсе глобальной эскалации напряженности и насилия. О том, как воспринимают события на Украине, в далекой Сибири и почему пример американской девочки Саманты Смит спустя 30 лет не дает покоя томским школьникам, расскажет Михаил Голубев. Была мать мне, и она за мной глядела. В общем, я жив остался. Геннадий Иванов всю блокаду пережил с матерью в Ленинграде. Фрагменты жутких воспоминаний невозможно вытеснить даже из детской памяти. Но речь на уроке мира в оздоровительном лагере не только об истории. Над вопросом, хотят ли русские войны, участники смены задумываются, исходя в том числе из нынешних событий на Украине. Сегодня дети собираются сами призвать воюющих к миру, подписав коллективное обращение. Сам ребенок не какой-то взрослый, а именно ребенок уже не хочет войны. Это уже о многом говорит, это по-настоящему важно, и нужно об этом задумываться людям. Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! К этому событию участники смены готовились заранее. В каждом отряде нарисовали свою версию символа мира в 21 веке. Работы примут участие в международном конкурсе. Пока же на бланках для сбора подписей красуется известный всем голубь мира, придуманный Пикассо. Свои автографы с расшифровкой оставляют на них более 300 детей из разных районов области. Двое возраст. И откуда вы приехали? История известен прецедент, когда ребенок помог умерить милитаристские настроения политиков. Письмо американской школьницы Саманты Смит генеральному секретарю КПСС Юрию Андропову 33 года назад привело к разрядке в холодной войне. Участники сбора подписей за мир убеждены, что время детской дипломатии сейчас наступило вновь. Но в отличие от знаменитого письма Саманты Смит, сейчас определить конкретного автора этой акции невозможно. Движение сейчас уже идет по всей Томской области, а начиналось все с одной художественной школы в городе Северске. Идея организовать сбор подписей за мир родилась по итогам конкурса юных художников «Символ мира в 21 веке». Собранные северчанами подписи первоначально планировали передать в городской совет ветеранов. Но после того, как интерес проявили другие города и районы, кураторы рассчитывают сделать акцию всероссийской. Сейчас это нужно выкладывать на сайты, может быть сканировать листы, может кто-то просто будет присылать свои, организовать электронные подписи. Но нужно показать как можно больше активных людей и нашу позицию общую, что мы все за мир. Взрослые кураторы подчеркивают, что сбор подписей это не компанейщина. В художественной школе Северска они предвидели, что сторонников новое движение за мир будет находить за пределами их маленького закрытого города. И самое ценное, по словам учителей, что инициатива исходит от детей. Михаил Голубев, Сергей Геро, Вести, Томск, События недели.